В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоялась запись телевизионного ток-шоу нашего телеканала, посвященного результатам многолетних исследований генома татар, проводившихся в рамках глобального проекта составления генетической карты человеческих популяций. Гостем программы стал руководитель проекта «Геном татар», руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский. Меня пригласили рассказать о наших исследованиях, поскольку я знаю по предыдущим публикациям, что в обществе Татарстана очень большой интерес к этим исследованиям, и многие вопросы, которые я читал в интернете, мне очень понравились. Вот я здесь для того, чтобы на них отвечать. Результаты работы генетиков позволяют по-новому взглянуть на процесс этногенеза изучаемых народов. Обсуждая данный вопрос, мнения специалистов разделились. Это надо не для политических игр и не для какой-то такой вот демагоги. Это надо в первую очередь для медицины. Потому что сейчас те же самые лекарственные препараты, когда проводятся исследования, они проводятся где? В Северной Африке. И оттуда результаты получили, там дешевле просто-напросто, это не значит, что точно так же они будут действовать на нас. И мы в этой ситуации должны совершенно четко понимать, где у нас есть различия, где есть слабые места в геноме, в нашем здоровье, так сказать, и где наши сильные места. Почему я говорю, что современную кровь нельзя использовать для экстраполяции ее на древние средневековые процессы? Потому что оно могло переместиться из этого региона. И там вот на месте современную кровь, а ее уже нет у этой, она переместилась в новый регион. То есть и соответственно вы ее не фиксируете. А как же мы можем тогда использовать генетику в качестве какой-то базовой дисциплины для того, чтобы говорить об этногенезе? Специалист отметил, что данные, полученные генетиками, могут быть полезными для современной медицины и криминалистики. По ДНК можно будет определить внешность преступника. По генам можно узнать, где живут люди с похожими генотипами. А вот определить этническую принадлежность пока нельзя. Так что узнать татар по генам пока не получится. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Невер Ньюс.